Не менее жуткий случай произошёл 15 марта в городе Ульяновск. 28-летней пациентке центральной медико-санитарной части города Екатерине Федяевой после операции вместо физраствора ввели 200 граммов формалина. Это, если вдруг кто не знает, яд. Медицинская сестра Зубрилина не посмотрела на этикетку. Сообщается, что операционная бригада, зная о произошедшем, пыталась происшествие скрыть. Вплоть до утра следующего дня пациентке не оказывалась помощь, и только когда положение стало сложным, врачи признались, сообщил руководитель следственного отдела СКР по Ульяновской области Азад Акжигитов. Отравленную женщину доставили в Москву, где врачи сделали всё возможное для спасения. Однако 5 апреля Екатерина умерла. Виновные, в том числе главврач Ульяновской медсанчасти, уволены. Многие, в том числе лечащий врач Валентина Родионова, уволились сами. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью человека по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». По данной статье вполне реально провести на тюрьме до трёх лет. Какой вывод следует сделать из данного трагического случая? Идиот, конечно, начнёт забывать про врачей-убийц, которым наплевать на жизни людей. Хотя чего ещё ждать от этой страны? Человек, хотя бы отдалённо знакомый с буднями медработников в России, наверное, поведёт себя более сдержанно. Систематическое переутомление и стресс – неистребимые спутники многих отечественных врачей и медсестёр. В ноябре, например, проходило сообщение об Оксане Кивлевой, акушере-гинекологе из города Ангарск, которая умерла после смены, длившейся почти сутки. Такая длительность смены вовсе не исключение из правил. Многие сотрудники больниц и госпиталей работают не только ради денег, но и ради морального удовлетворения. Они считают своим долгом спасать пациентов, возвращать им здоровье. Разумеется, хватает в медицине, и граждан не сильно достойных, ну, как и везде. Лучшее, что можно сделать для предотвращения подобных случаев в будущем – это не вой и не проклятие. Это государственные меры по улучшению условий жизни работников здравоохранения в родной стране. Чтобы работать можно было в среднем по 8 часов в день, ну, или около того. Чтобы конкурс был высок даже на должность медсестры. И криворукие мечтательницы, забывающие читать этикетки, чтобы вот такие в больницах присутствовали только как пациенты. Ну, это, конечно, про перспективы и мечты. А в конкретной ситуации, безусловно, должно разобраться следствие и суд. Количество жалоб на врачебные ошибки в России стабильно растёт. По информации Следственного комитета, за 6 лет количество жалоб на непрофессионализм отечественных эскулапов выросло втрое – с 2000 до 6. Как там сказал, известно кто, реформы провели, а про пациента забыли.